Война за положенное жилье. Вот уже много лет для ветерана из села Кизатовка Вольского района заканчивается проигрышем. Несмотря на долгий путь в несколько фронтовых лет, пенсионер до сих пор живет в ветхом домике. На днях ветерану войны исполнилось 100 лет. С юбиляром встретилась Полина Федюк. 150 километров по трассе от Саратова и 60 по снежному тоннелю. И вот, наконец, Кизатовка. Жилых домов на всю деревню всего 8. А когда-то это было большое село. В него-то более 40 лет назад и переехал жить ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Кулыгин. Несмотря на преклонный возраст, ветерану в этом месяце исполнилось 100 лет. Гостин встречает на заваленке. Думали, что до 100 лет доживете? Нет. Не думал. Задем и убью сразу. Ну, не убили. На фронте Анатолий Иванович был контужен и серьезно ранен. Осколок немецкого снаряда до сих пор остается в левом плече. Но мужество ветеран не утратил даже с потерей зрения. Идем потихонечку. Идем. С Божьей помощью. Только вот теперь без дочерей Валентины и Галины он и шага ступить не может. Слепой. Уже 18 лет. И вот я так говорю, поражаюсь иногда, говорю, пап, как Господь ему дает терпение. И он не рабчит. Он все время говорит, Господи, благодарю тебя за все. В умирающей деревне люди без тепла, воды и сотовой связи. Жизнь в доме ветерана теплится благодаря дочери Валентине. Сейчас затопим. Тепло будет сейчас. Печка в морозы семью не только согревает, но и кормит. Хозяйка варит щи, парит тыкву и сушит сухари. Здесь уже давно ко всему привыкли. Но о переезде в квартиру с удобствами Анатолий Иванович не перестает мечтать. Только вот указ президента обеспечить всех ветеранов жильем в глухой и далекой Кизатовке не исполняют. Жилье выделяется в соответствии с указом президента. Уполномоченный орган правительства Саратовской области на решение этого вопроса, министерство ЖКХ и строительства. Документы мы все по Анатолию Ивановичу туда направили. Он получил оттуда отрицательный ответ. Приходит ответ из Саратова. Отказ. Пишет там, что 27 квадратных метров хватит одному, вот, Кулыгин Анатолий Иванович, то, что он один прописан, его хватит. Наверное, он не прочитал о том, что ни бумаги его, ни документы не проверил, что он слепой и не может без посторонней помощи. Анатолий Иванович три года воевал на передовой. К жизни в полевых условиях он приучен. И сейчас, как боевой офицер, ни на что не жалуется. У меня стоит, читай, новый муравей. Машина взять уехал в город на ней. Такую газетку, и что мне выписали. Я довольный. Сейчас районные чиновники повторно собирают документы в областное правительство. Чтобы не получить опять отказ, домик ветерана решено признать аварийным. Как только документы получат, наши специалисты и министерство помогут оформить дополнительные документы, которые необходимы для получения в ближайшее время жилья. И я думаю, что в мае месяце он получит жилье. Теперь ветерану остается только дождаться 9 мая и победы в борьбе за новое жилье. А к переезду он уже подготовился. Полина Федюк, Вадим Лысов, Алексей Новиков, Павел Криклевец, Вести, Саратов.